В этом видео мы с вами разберемся с нодой либо узлом вебхук, который есть в сервисе N8N. Я знаю, что это видео будет не так интересно, потому что здесь мы с вами не будем строить никаких шаблонов, хотя несколько вариантов использования вебхука с нашими агентами, несколько вариантов использования вебхука ноды с различными шаблонами в N8N я вам все же покажу. Но я считаю, что если вы всерьез пришли работать и заниматься сервисом N8N, то знать, что такое вебхук, как его применять, вы просто обязаны. Поэтому просто досмотрите, я надеюсь, что это будет не длинное, короткое видео до конца, и дальше уже, соответственно, вы обретете понимание, как, возможно, у вас загорится какая-то идея, как вы сможете использовать, соответственно, вебхук для своей работы. В первую очередь, это видео очень полезно именно предпринимателям, которые либо людьми, кто, людям, которые занимаются, работают совместно с предпринимателями, потому что вебхук в основном использует те, кто что-то продает в интернете, те, кто собирает какие-то данные в интернете, те, кто использует различные CRM-системы в интернете. То есть, в первую очередь, эти люди активно используют, либо должны активно использовать вебхук. Если говорить кратко, то вебхук – это инструмент, который позволяет нам получать, либо передавать, либо работать, обрабатывать определенные данные. Самый простой пример. У вас есть сайт, человек оставляет на этом сайте какую-то обратную связь, либо он, может быть, оставляет там свое имя, электронную почту, либо оставляет какую-то заявку, заказ, у вас есть лендинг, где есть, соответственно, какой-то, может быть, квиз-опрос, либо, может быть, просто форма заявки. Человек туда пишет, что ему необходимо. И, соответственно, эти данные после того, как он нажимает кнопочку «Отправить», эти данные куда-то отправляются. Отправляются, скорее всего, в вашу CRM-систему. Но мы можем настроить и так, чтобы эти данные отправлялись, например, нашему агенту. Самый простой банальный пример. Вы собираете обратную связь. Человек пишет вам обратную связь. И агент получает эти данные, эту обратную связь через вебхук, обрабатывает, смотрит на тональность, то есть с какой эмоцией, положительная обратная связь, отрицательная. И тут же может, соответственно, писать этому человеку на электронную почту и спросить, какие, может быть, проблемы у него возникли, если он оставил такую негативную, например, обратную связь. Либо, наоборот, сказать ему, как круто, что вы оставили такую положительную обратную связь. То есть вебхук, он это инструмент для передачи данных. Что с этими данными делать, уже каждый из нас решает сам. Мы можем обрабатывать эти данные с помощью агента. Мы можем отправлять эти данные, например, в свою CRM-систему, грамотно их структурировать. Либо мы, наоборот, можем с нашей CRM-системы получать эти данные и, соответственно, отправлять ее агенту для того, чтобы он обработал эти данные. Все это делается как раз с помощью вебхук. То есть, грубо говоря, вебхук — это инструмент для приема, передачи и работы с определенными данными. Что вы с этими данными будете делать дальше, это только ваша идея. Еще один такой банальный пример — это, знаете, вы HR, который должен обрабатывать десятки поступивших резюме, которые вам приходят, которые человек подгружает на вашем сайте для того, чтобы откликнуть сам ту или иную вакансию. Вы это дело тоже можете передать и агенту, который будет через, используя вебхук, получать эти данные, обрабатывать и уже дальше вам отправлять письмо. Но подходит, например, тот, стоит обратить внимание на это резюме или нет. Это тоже один из самых таких простых примеров. Либо вы, может быть, занимаетесь продажами, и человек видит на вашем сайте какую-то форму связи, заполняет эту форму связи. И вместо того, чтобы передавать данные менеджеру, мы можем также их передавать и агенты, которые будут обрабатывать эту заявку, формировать, может быть, первичное какое-то коммерческое предложение, если мы сюда еще подключим инструменты, такие как база данных, формировать какое-то первичное коммерческое предложение, отправлять ее менеджеру для того, чтобы он сам отправил, либо самостоятельно отправлять этому человеку уже на электронную почту. И все это будет занимать буквально вот несколько секунд. То есть не нужно ждать, когда заявка упадет в CRM-систему, когда менеджер возьмет эту заявку, когда он начнет с этой работы. Первичную какую-то работу, которую человек оставляет на сайте, на вашем, на каких-то ресурсах, может выполнять ее агент, и как раз он это будет делать с помощью веб-хука. Значит, как настроить веб-хук? Веб-хук — это триггер. Это такой же триггер, как запуск AI-агента через Телеграм. То есть когда человек начинает что-то писать в Телеграме, веб-хук активируется. Ой, не веб-хук, а наша автоматизация активируется. Это такой же триггер, как чат, который мы используем, соответственно, для тестирования и работы с AI-агентами. Это такой же триггер, как и тест-воркфлоу, то есть либо запуск по определенному времени. То есть это триггер, после которого начинает работать та самая автоматизация. Если посмотреть на внутренности веб-хука, что у него есть? У него есть, соответственно, два параметра. Это тест URL, продукт URL, какая-то ссылка, что в тесте, что в продукте, она примерно одинаково различается, только вот инструментом тест. Есть метод, HTTP метод. Это метод получения информации. Пост — это запрос на создание какой-то новой строки, нового ресурса, отправки этих данных уже непосредственно на сервер. И GET — это просто чтение и прием, соответственно, тех данных, которые вам приходят. Я, ну, обычно все сервисы, например, те же там Tilda, либо какие-то CRM-системы, они все используют метод либо POST, либо GET. Остальные я, по крайней мере, я не встречал. Я уверен, что те ребята, кто занимается программированием, они все это встречали, все это знают. Значит, HTTP метод, метод приема. Обычно используется POST. Следующая строка — это непосредственно ваша ссылка, которую вы формируете здесь. То есть мы здесь можем добавить что угодно, и, соответственно, все это будет отображаться в нашей ссылке. Например, этот Webhook создан для работы с сервисом BotHelp. BotHelp я использую для создания своих воронок продаж, и, соответственно, Webhook мне позволяет, например, встроить в свою воронку продаж метод передачи дальнейших данных. То есть человек заходит в Telegram, и для того, чтобы он отправлял, для того, чтобы он проходил по дальнейшую воронку продаж. Например, мы с Трастом ставим триггер, который будет отправлять данные об этом человеке в Webhook, и дальше мы уже эти данные будем каким-то образом обрабатывать. Либо через EA-бота, либо отправлять эти данные дальше в нашу CRM-систему. Если смотреть, как он работает, то мы просто, например, через свой Telegram заходим, то есть запускаем ботов в Telegram, которые нам тут же присылают ссылку. Например, старт. Начинаем тест. Мы ему говорим, да, начинаем тест. И он говорит, что тест прошел. То есть, значит, что произошло? Он нам прислал сообщение, я кликнул, что да, начинаем тест. Он отправил данные в Webhook, вот в этот, который я вам показывал. И, соответственно, Webhook эти данные обработал, и он прислал ответ, что, соответственно, тест прошел. Как еще, что еще он сделал? Если мы сейчас пошагово пройдемся по этому Webhook, посмотрим, какая работа здесь была проведена. То есть, время у нас 19.54, вот работа была проведена. Значит, какие данные пришли, соответственно, по этому Webhook? Смотрите, вот такой простой процесс он прошел. Здесь я агент чисто формальность, чисто, чтобы вам показать, что к Webhook можно тоже перекручивать и агента. Значит, смотрите, какие данные к нему пришли. Он понял, да, что был запутан, то есть, информация о самом Webhook, и дальше, соответственно, информация, которая пришла от сервиса Bothelp. Bothelp. То есть, здесь информация о юзере в CRM-системе Bothelp. Здесь, когда был создан имя этого юзера и, соответственно, его данные, когда и по какой ссылке он попал в эту базу. То есть, здесь ссылка полностью указана, здесь указан метод, то есть, этот пользователь пришел по рекламе, откуда была реклама с Яндекса, какая компания была в Яндексе, какое, соответственно, было использовано ключевое слово. То есть, все данные, которые нам передает Яндекс, мы, они вписаны в профиль этого человека в сервисе Bothelp, и эти данные, соответственно, он нам передал. Плюс он сказал, кто написал ему сообщение, это был, соответственно, Игорь Зуевич. И ответ, который он отправил, вебхук отправил обратно в Bothelp, для того, чтобы он понял, что, соответственно, все данные были приняты, и мы отправляем какой-то ответ. По поводу этого мы с вами чуть позже разберемся. Вот этот ответ, который нам написал, соответственно, наш бот, вот этот бот, и прислал, соответственно, нам такую информацию. Значит, плюс здесь подключен еще Telegram. То есть, как только человек начал, например, взаимодействовать в Telegram, нашему, например, менеджеру, это чисто тестовый бот, для того, чтобы вы видели, как это все работает. Менеджеру пришла информация, что, например, пришла заявка. То есть, в сторонний, в сторонний Telegram, 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 со-стороннего бота, мы прописали просто чат-айди, чат-айди с каждым пользователем, вы можете узнать, нажать get-айди-бот, и, соответственно, бот будет понимать, кому стоит отправлять это сообщение. То есть, мы заходим в get-айди-бот, нажимаем, соответственно, старт, и тут же видим свой чат-айди, и свою юзернейм, для того, чтобы мы могли этот номер чат-айди присылать именно, то есть, это сообщение приходило именно тому человеку, которому нужно. В данном случае, мне. То есть, как будто я менеджер по продажам, у нас на сайте произошла заявка, и бот мне прислал информацию о том, что сейчас происходит заявка, будь внимательен, либо перейди, посмотри, что это за заявка пришла. То же самое, там, пришла оплата, пришли данные об оплате. То есть, здесь мы можем отправлять что угодно. Человек оплатил, бот сформировал заявку, человек оплатил, и, соответственно, все эти данные менеджеру прилетели для того, чтобы он, либо логисту прилетели, для того, чтобы он уже начал обрабатывать и работать с этой заявкой. Либо я также подготовил второй вебхук, который обрабатывает данные на сайте, на сайте, в данном случае, на тильде. То есть, я сделал такой обычный сайт, здесь прописываю, например, какую-то электронную почту, нажимаю зарегистрироваться, но ведь тильда не пропускает. Давайте почту введу вот таким вот образом, нажимаю зарегистрироваться, все, данные обработаны, и эти же данные, они пришли, соответственно, вебхук. Сейчас в этот вебхук должны прийти, вот они пришли, и мы, соответственно, получаем информацию о том, какие данные пришли в этот вебхук. Мы видим, что на каком сайте, соответственно, была размещена, какая форма была размещена, какой сервер, соответственно, обрабатывал, и кто отправил вот этот вот электронный адрес, отправил, мы с ним дальше можем связаться, написать ему, например, письмо, либо забить этот электронный адрес, свою ЦРМ-систему, отправить ему письмо о подтверждении. То есть вариантов вообще огромное количество. Здесь могло быть вместо просто электронной почты, просто обратная какая-то связь, либо строка оформления заказа. То есть здесь мы можем использовать что угодно. Главное, что данная информация пришла, и также было отправлено сообщение в Телеграм, например, мне, да, вот она, пришла заявка. Опять с информацией, что пришла заявка. То есть так вебхуки мы можем вставить на сторонних ресурсах, где угодно, и они будут обрабатываться. Дальше, значит, какие данные здесь есть? У нас есть возможность выбора аутентификации. Аутентификация — это, грубо говоря, проверка. Мы можем поставить трубу любого рода аутентификацию, но в основном я использую как без аутентификации, просто здесь прописываю сложные имена для того, чтобы никто, знаете, много есть ребят, недоброжелателей, которые могут увидеть что-то на видео и потом начать кликать на эту ссылку, а мой бот начнет работать. Но в данном случае здесь это тестовый элемент, поэтому я его удалю после съемки видео. Дальше, значит, формат ответа. Есть три формата ответа. Первый формат ответа — это немедленный ответ. То есть вебхук получил данные и тут же отправляет данные с информацией, что он их получил. Есть другой вариант, что он отправляет ответ после того, как он пройдет по всему пути, по всей автоматизации. И, соответственно, тот ответ будет отправлять отдельная нода. Называется он «Response to Webhook». То есть отдельная нода, которая будет отправлять ответ так, как нам необходимо, так, как нам нужно. Здесь еще есть возможность включить игнорирование ботов. То есть когда система понимает, что ей написывают, соответственно, боты, и чтобы игнорировать запросы от ботов, она вебхук не будет срабатывать. Но эти дополнительные элементы, они как бы большой роли, наверное, не играют. Здесь каждый уже может попробовать, посмотреть что-то свое. То есть форматы данных, но большинство людей, то есть особенно на первоначальном этапе, это все не используется. Хорошо. Значит, после вот как раз тот самый элемент «Response to Webhook», то есть здесь уже приходят данные, которые мы будем отправлять обратно. В данном случае здесь настроено, что мы, это, по-моему, для бот-хелпа, мы отправляем данные с сообщением. То есть с обработанным сообщением, который нам обработал непосредственно уже наш бот. Давайте протестируем по шагам для того, чтобы видно было, как работает вебхук. То есть мы задали запрос, здесь нажимаем, что да, это тест. И здесь пришли, соответственно, данные по этому тесту. Дальше мы эти данные уже отправляем непосредственно в нашего агента. Агент эти данные обрабатывает, отправляет письмо. Отправляет письмо и идет уже отправка данных обратно на сервер. То есть обратно в сервис «Bot Help» с помощью «Response to Webhook». Он уже отправляет ответ от агента. Здесь была проведена какая-то работа. И мы просто вставим, что ответ от агента, вот он, находится здесь. И ты должен его отправить. Лишнее уберем. Все. И он, соответственно, эти данные уже отправляет в сервис «Bot Help». «Bot Help» мы можем делать что угодно уже с этими данными. Плюс он в Телеграме прислал, что пришла очередная заявка. В принципе, это все. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, Телеграм. Канал ссылка находится в первом закрепленном сообщении. С вами был Горезуевич. Пока.